День киржаческого наличника Мини-музей наличников Задумка создать еще одно привлекательное место для местных и туристов Появилась у криведы Татьяны Самойлова и сотрудников киржачской типографии Экспозиция представляет собой как фотографии оконных обрамлений со всего района Так и наличники в натуральную величину Киржаческие экспонаты уникальны своей резьбой Это не кружевные элементы, которые можно найти в других областях страны Аргуны – плотники села Аргунова Покровского уезда Украшали наличники массивными элементами Которые свойственны элементам кухонной и гостиной мебели Тогда судили о людях, насколько они мастеровые В том числе по наличникам Киржаческие мастера, их уникальность в том, что они Очень много работали на московских заказчиков И это, например, паркет в Шереметьевском дворце в Останкино И многое-многое другое Помимо эстетической составляющей дома, наличники служили своеобразным оберегом от злых духов Поэтому главными мотивами резьбы было изображение природных сил Тверди и хляби небесных, и солнца Это свод небесный Отсюда солнышко встает и проходит круг И тут же на небе и облачка, и тучи, и дождик идет из облаков Поэтому валюты – это символ волны, это символ воды Это основные символы – берегиня, вода, мировое древо Могли еще изображаться птицы Потому что Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух-святой изображались в виде птиц На один день в Киржач приехал фотограф Иван Хафизов Съемкой наличников он занимается уже 10 лет За годы своего проекта «Наличники» он объездил не один город В Киржаче довелось фотографировать впервые Вот киржачские наличники, во-первых, они вытянутые Во-вторых, у них нет ставень У них очень редко есть украшения по бокам А челья, как правило, имеет глухую резьбу И подол имеет глухую резьбу При этом нужно понимать, что здесь рядом есть регион Известный своими резчиками Это Гуслица, Московская область Старый Гуслицкий район И эти резчики, Аргуны и Гуслицкие мастера Они, видимо, где-то пересекаются, где-то общались Поэтому пока я не могу выявить вот так вот четко Где наличники Гуслицкие, а где наличники местные Аргунские Здесь представлен наличник из деревни Полутина Он очень яркий, характерный Здесь нельзя сказать, что это модерн Но он имеет элементы модерна Что интересно, таких наличников гораздо больше, например, в Ростове-Великом Вход в музей бесплатный Причем экскурсоводы готовы не только рассказать об истории наличника Но и провести мастер-классы Впрочем, не музеем единым В открывшейся лавке Котомка Туристы-горожане могут приобрести сувениры и книги о киржачской земле Там же можно найти новое сказание Евгения Федорова Городоначальники о вкладе киржачских семей в развитие города На вопрос, зачем бизнесменам вкладываться в культуру города Если есть куда более выгодные проекты Он отвечает так Приятно осознавать, что в прошлом году мы сделали самый большой мост деревянный Мы открыли вторую площадку У нас есть замечательный музейный парк зоны в Шивой-Горке Киржач приобретает новую идентичность Людям приятно осознавать, что мы после такого захудалого заштатного города 101-го километра приобретаем какое-то свое новое лицо Это хорошая такая вот национальная идея на местном уровне Всего, по словам Федорова, в киржаче появится 16 арт-объектов, которые будут задерживать туристов в городе на два дня Часть задумок уже реализованы В мае должен открыться музей меди и латуни на стадии разработки музея ледниковых камней Евгения Палагина, Максим Палагин, Губерния, 33 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова